Что такое магнитная буря, как она влияет на здоровье и самочувствие, и как её пережить. Здравствуйте, мои хорошие! В начале этой осени Землю накрыла череда солнечных вспышек, которые начали происходить 4 сентября. Самой мощной оказалась вспышка самого высшего X-класса с индексом 9,3, произошедшая 6 сентября. Наша планета не испытывала ничего подобного последние 12 лет. Несмотря на то, что основной удар плазменного облака произошёл 8 сентября около 2 часов ночи и по московскому времени, магнитная буря до сих пор продолжает бушевать. В среднем от 2 до 4 раз в месяц в сводках прогноза погоды можно услышать предупреждение для метеочувствительных людей о приближающейся геомагнитной буре. Что же за явление скрывается под термином «магнитная буря» и какое влияние она оказывает на самочувствие людей? Дело в том, что некоторые планеты нашей Солнечной системы, в том числе и Земля, окружены магнитным полем. Если говорить непосредственно о нашем голубом шаре, то именно благодаря защите магнитного поля от всепроникающего космического излучения и возможно существование жизни на нём. Что касается магнитных бурь, то их возникновение напрямую зависит от активности Солнца. Представьте, наше светило вблизи – это огромный газовый шар, преимущественно состоящий из гелия и водорода, в котором беспрерывно происходит череда термоядерных реакций. Каждую секунду в ядре Солнца в ходе этих реакций 4 миллиона тонн материи превращается в энергию с образованием солнечного излучения. Такие потоки плазмы, называемые ещё солнечным ветром, развивают скорость в 300 км в секунду, что даёт им возможность преодолеть притяжение Солнца и вырваться в открытый космос. В дни повышенной солнечной активности происходят выбросы плазмы со скоростью до 1500 км в секунду. Каждому выбросу плазмы предшествует электромагнитное излучение, которое преодолев расстояние в 150 миллионов километров достигает Земли уже через 8 минут. Солнечный ветер преодолевает это расстояние примерно за пару дней и вступает во взаимодействие с магнитным полем нашей планеты, что визуально проявляется в атмосфере в виде северного сияния в полярных областях. Полярные сияния разной формы и окраски возникают на высоте от 80 до 1000 км. При этом его цветовая гамма обусловлена свечением различных газов, входящих в состав атмосферы. Попадая в атмосферу Земли, солнечный ветер увеличивает напряженность магнитного поля и приводит к магнитным бурям на нашей планете. Еще свежа в памяти многих американцев магнитная буря, произошедшая 13 марта 1989 года, приведшая к замыканию в главном трансформаторе Квебекского гидроузла. В результате чего более 6 миллионов жителей Канады и США остались на полдня без электричества. Одна из самых сильных геомагнитных бурь зафиксирована 11 сентября 2005 года. Ее последствиями были нарушения работы спутниковых навигаций и отключение связи в некоторых районах Северной Америки. Помимо влияния на технику и электронику, особо сильные вспышки на Солнце могут провоцировать на поверхности Земли ураганные ветры и тайфуны, землетрясения и даже извержения вулканов. Также геомагнитные бури способны оказывать огромное влияние как на здоровье человека, так и на развитие человечества в целом. Отмечена закономерность, что в моменты максимальной солнечной активности в истории человечества происходили самые масштабные социальные потрясения – революции, волнения, бунты. В современном мире во время магнитных бурь в несколько раз увеличивается количество самоубийств, техногенных аварий и катастроф, учащаются случаи травматизма на производстве. Наибольшее воздействие магнитная буря оказывает на районы, близкие к магнитным полюсам планеты. Особенно сильно на территории России от них страдают жители Архангельска, Мурманска, Наринмара, Салихарда и Сыктывкара. Согласно статистике, количество вызовов бригад скорой помощи во время магнитных бурь возрастает на 15-20%. Увеличивается и риск для пилотов и пассажиров, пролетающих на авиалайнерах над полярным кругом в момент встречи солнечной плазмы с радиационными поясами нашей планеты. Считается, что радиационная доза для человека в этот момент может перекрыть годовую норму. По различным данным, во время магнитных бурь увеличивается количество суицидов, инфарктов, инсультов, гипертонических кризов. Вообще, изменениям в состоянии здоровья, связанным с магнитными бурями, подвержены до 75% населения земного шара. Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, болями в суставах, учащенным сердцебиением, перепадами артериального давления, обострением хронических болезней, бессонницей или наоборот сонливостью, плохим общим самочувствием, повышенной раздражительностью. Что способствует появлению таких симптомов? Данный вопрос достаточно непростой и односложно на него ответить нельзя. По-видимому, имеет место совокупность нескольких факторов. Науке известно, что каждый наш орган обладает своим низкочастотным магнитным полем. В тот момент, когда магнитная буря входит в резонанс, например, с сердцем или головным мозгом, его работа нарушается. Это может объяснить, почему во время одной магнитной бури болит голова, а в ходе другой покалывает сердце. Также установлено непосредственное влияние геомагнитной бури на кровь. Она провоцирует склеивание кровяных телец, что ухудшает кислородный обмен в организме. А как известно, самым чувствительным к нехватке кислорода органом является головной мозг, и именно ухудшение его работы лежит в основе многих перечисленных выше состояний. Влияют бури не только на систему сердца и сосудов, но даже и на пищеварение. Во время магнитных бурь снижается кислотность желудочного сока. Особенно заметно это в случаях, если магнитные бури выпадают на период полной Луны, как сейчас. Поэтому перед каждым приемом пищи будет не лишним пить соки, выжатые свежих овощей и фруктов, подсоленную минеральную воду или воду с лимонным соком. В вечерние часы лучше употреблять богатую углеводами пищу, а перед сном воздержаться от еды. Кроме того, в периоды магнитных бурь нужно включать в меню молоко, морскую капусту, рыбу, бобовые, печеную свеклу, картошку в мундире, чернику, репу и ревень. В дни повышенной солнечной активности относитесь к своему здоровью с предельной внимательностью. Особо чувствительным к магнитным бурям не помешает внимательно следить за прогнозами геовозмущений и за 3-4 дня до наступления магнитной бури уменьшить физическую активность. Желательно исключить из своего рациона жирную, сладкую пищу и алкоголь. Людям, страдающим хроническими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рекомендуется в это время держать под рукой привычные лекарства. Максимально оградите себя от нервных перегрузок и стрессовых ситуаций. И старайтесь не принимать никаких судьбоносных решений. А на этом на сегодня все. Не болейте! Ставьте пальчики вверх! Подписывайтесь на канал Доктор по соседству! Заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники! Здоровья Вам! Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...